Никто не забыт и ничто не забыто. Как много смысла в этом коротком изречении вечно помнить о тех, кто, отдав свои жизни, принес мир и покой на многие годы человечеству. Герои из так называемого самаркандского узбекского отряда, которых было ровно 101 воин, смогли мужественно и достойно, пройдя через все муки ада голландского концлагеря Амерсфорд, разрушить коварный план Гитлера и совершив подвиг помешать фашистам изменить ход Второй мировой войны. Эта история документальная. Ее 20 лет назад начал по крупицам, собирая факты, создавать и исследовать талантливый голландский журналист, писатель, ученый Рэмко Рейдинг. Многие годы спустя нам с моим соавтором Юлией Медведовской, основываясь на фактах, обнародных Рэмко Рейдингом, а также на вновь обнаруженных новых фактах, полученных уже нами в ходе наших собственных исследований, удалось написать художественно-документальный роман «101. О героической и трагической судьбе 101-го воина из Узбекистана». Огромную помощь в период наших исследований, а потом и в период написания романа, нам оказало посольство Узбекистана в странах Бенилюкс и в особенности лично господин посол, его высокопревосходительство, господин Дильер Хакимов. Как нам удалось выяснить, узбекские солдаты стали жертвами большой пропагандистской машины фашистской Германии и были специально отобраны для особо важной и секретной акции. Все действия, связанные с этой операцией, проходили под грифом «совершенно секретно». Гитлеру нужен был пропагандистский фильм, показывающий превосходство арийской нации перед унтерменшами, недочеловеками. Создание этого идеологического фильма было объявлено фюрером приоритетной задачей. Однако героизм, дисциплина и национальная культура, проявленные узниками-узбеками в концлагере Амерсфорд, не дали осуществиться планам Гитлера. Да, их было всего 101 человек, но они были настоящими воинами. Фашистские солдаты не получили идеологической помощи, их воинский дух не был поднят перед главной битвой, битвой за Москву. Они не только проиграли сражения, но и потеряли здесь более полумиллиона солдат и офицеров. Ход человеческой истории в случае победы фашистской Германии мог бы быть совсем иным, и народы мира ожидали бы всеобщее порабощение и уничтожение. 9 апреля 1942 года герои узбекистанцы были расстреляны в лесу недалеко от концлагеря Амерсфорта. На расстрел герои узбеки шли с высоко поднятыми головами, с несломленным духом и напевали песню о Родине. В преддверии 75-й годовщины нашей общей Великой Победы хотелось бы поблагодарить организаторов этой пресс-конференции, посольство Российской Федерации в Нидерландах, посольство Республики Узбекистан в странах Бенилюкс, лично послов, его высокопревосходительства, господина Александра Шульгина, и его высокопревосходительства, господина Дильёра Хакимова, за память о 101-м герое, который мужественно защищали нашу Родину в боях под Смоленском и защитили мир в боях в концлагере Амерсфорта. Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Юлия Медведовская. Я родом из Ташкента и солнечного Узбекистана, но более 10 лет живу в Москве, в России, которая стала моей второй родиной. И сегодня я рада быть частью данного мероприятия, пусть и на расстоянии, но быть сердцем и душой с вами. Скоро приближается знаменательная дата 75 лет со дня Великой Победы над фашизмом. И невозможно оспорить тот факт, что победа была возможна только благодаря сплоченности, героизму, мужеству и бесстрашию и народов бывшего Советского Союза, и народов других стран мира. И мы с Анваром Иркашевым, соавтором романа 101, постарались показать это в своей книге. Главные герои романа – это узбекские воины, которые попадают в самое пекло войны. И бок о бок с русскими братьями участвуют в страшных боях под Смоленском. Попав в Амерсфорд, они получают колоссальную помощь от голландских жителей, которые, рискуя своими жизнями, пытаются передать им хоть какой-то еды. А в самом концлагере Амерсфорд – лагерное подполье, куда входили и узники-евреи, бельгийцы, французы и голландцы, пытаются сделать все возможное, рискуя своими жизнями, чтобы хоть как-то облегчить жизнь узникам-узбекам, к которым у фашистов в кавычках особое отношение. Хотелось бы подчеркнуть, что роман 101 написан и основываясь на те факты, которые отразил в своей книге «Дитя Боли Славы» наш друг, голландский журналист, уважаемый Ренка Рейдинг, и на тех фактах, которые удалось получить нам с Анваром уже в ходе своих уникальных исследований при написании романа 101. Конечно же, в романе есть и художественный вымысел, но именно благодаря этому нам удалось передать некий собирательный образ тех людей, которые ценой своих жизней приближали великую победу над фашизмом. И мне хотелось бы поблагодарить посольство Узбекистана в странах Бенилюкс, посольство России в Нидерландах, Союз молодежи Узбекистана и компания «Узбекистан Филм Холдинг» за организацию сегодняшнего мероприятия, за то, что как можно больше людей узнают о коллективном подвиге героев из отряда 101 и о память о великой победе народов мира в войне над фашизмом.